шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и у нас сегодня на повестке дня две недельные главы мотот массой которыми мы и завершаем книгу бамид бар глава мото дорогие друзья начинается с клятв и обед обед это когда человек запрещает себе что-то дозволенное ему важно знать что подобные обещания сделать что-то например связанная с добрыми делами даже без слов обещаю или клянусь уже имеют силу обед поэтому всегда нужно добавлять своим словам бли недор без обещания или не обещай клятва шва это как будто попытка поставить себя на один уровень со всевышним мы как будто бы уверены на сто процентом чем-то что что может быть или не может быть такой стопроцентной гарантии у нас конечно же никогда не может быть начале недельной главы мотот маши объясняет законы обетов и клятв в особенности относительно женщин когда их отец или муж имеет право отменить их клятву и когда не имеет начинается война против медианитян ополчение из 12 тысяч солдат граммит врага и уничтожает пятерых медианских царей всех мужчин и колдуна белом маши порицает командиров за то что они оставили в живых женщин главных виновниц этого этой всей истории аморального поведения которые привели сыновей израиля греху благодарность богу за отсутствие потерь среди ополченцев и во искупление своих душ люди приносят в шатер откровения золотые изделия как пожертвовать колено гада и рувена просят разрешения остаться в заярдане где есть обширные пастбища для их многочисленного скота они завершают они завершают свой разговор с маши и уверяют его в твердом на мире намерение вступить в страну израиль активно участвовать в войнах против хананеев и лишь потом вернуться на восточный берег иордан он соглашается в главе массы перечисляется 42 пункта где народ израиля располагался станом во время странствий по пустыне с момента исхода дорогие друзья сожалению все мы сталкиваемся иногда чем-то поистине ужасно что причиняет нам сильную боль и эмоционально и психологически даже закоренелый оптимист знает что жизнь подобно серфингу волна то возносит тебя высоко вверх то низвергает в самую бездну как следует встречать жизненные трудности дорогие друзья когда все предстает в крайне мрачном свете и мы не способны видеть ничего за пределами нашей боль это сложно но мы попробуем сегодня с вами в этом разобраться начнем мы с вами с того что мы знаем что все в мире переменчиво однако тора так написано берешит раба 51 3 настаивает на ином то что исходит свыше дорогие друзья никогда не бывает во зло формулировка это дана мудрецами и предполагает что все происходящее изначально во благо ибо исходит от бога а всевышний и есть благо но как применить эту истину торы и реальность наших переживаний ведь даже предполагая что если всевышний действительно желает нам добра почему он не пошлет это благословление в чистом виде не вынуждая нас проходить через боль и отчаяние эти главы дорогие друзья обычно читают в период между двумя постами выпадающими на 17 день месяца тому за и девятый день месяца а вот эти три недели носит название бэйн а мы царим буквально между принуждением или принуждениями или в беде термин это взяты стиха свитка эйха плача это мы читаем его 9 а в память о скорби и об разрушении храма а обе названы дата печальные дни нашего календаря случившись а в эти дни события изменили весь ход нашей истории это состояние рассеяния в котором мы сегодня пребываем живя в изгнании одной знали бы наиболее ощутимых последствий тех драматических событий упомянем также и другие трагические события выпавшие на эти горькие дни 17 день тому за в 2448 году от сотворения мира или 1313 году до нашей эры маша спустился с горы сина и обнаружил наш народ поклоняющимся золотому тельцу увидев это маша разбил скрижали а 9 ава 2449 года от сотворения мира всевышний объявил что целое поколение найдет свою смерть в пустыне это было воздаянием за то что евреи выслушав предвзятый рассказ к тех кто был послан разведывать землю к на она отказались войти в страну израиль день когда прекращено было служение в первом храме 17 тому за и на то же число выпало разрушение стен второго храма в иерусалимском талмуде высказано мнение что и разрушение стен первого храма приходится на этот же день а в день 9 ава до основания были разрушены оба храма 1 в 3338 году от сотворения мира или четыреста двадцать третьем году до нашей эры разрушили вавилоняне а второй римляне в шестьдесят девятом году нашей эры поэтому и название этих трех недель недели плач в этот период запрещено заключать браки слушать музыку покупать новую одежду и делать что-то то что приносит нам слишком много радости в своем комментариях стиху это час бедствия для якого и в нем же его избавление ирмияху 37 наши раввины указывает что спасение не просто следует за бедой она изначально в нем заложен везде даже в кажущейся катастрофе нам открывается божественная милость с точки зрения ребенка наказание дорогие друзья представляет собой зло с точки зрения отца оно должно пойти сыну во благо наша цель смотреть на историю глазами всевышнего тогда мы сможем превратить скрытую снисходительность всевышнего в явное его милосердие а мрак изгнания свет грядущих времен человеку дорогие друзья приходится проходить множество египта на одном уровне ему нужно вырваться из заточения мирского окружения пытающегося удержать его в своем плену на другом это могут быть узкие рамки человеческого интеллекта который пропускает так сказать нашу веру через низменный фильтр привычных рациональных объяснений но даже если он дорогие друзья благополучно минует эти уровни если его вера наконец вырвется из тисков рассудка ему все равно следует устремляться к новым высокогорным простором по сравнению с которыми дорогие друзья его теперешнее состояние заточение этот процесс можно проследить на примере молитвы молитва дорогие друзья это лестница я акова которая состоит которая состоит из ступенек она стоит на земле а вверх ее достигает небо у нее множество ступенек и каждый шаг вверх знаменует собой продвижение из темных тиснин простором небес такой урок можно извлечь из читаемых нами глав и периода бейн амицарим мы должны видеть выпадающих на нашу долю трудностях не один лишь негативный опыт надо видеть и величайший стимул к развитию должны мы узреть дорогие друзья то что пробуждает нас достигнуть внутренних глубин нашего я и от отворить колодец энергии сокрытый в нас и пуста или иная ситуация в которой мы перебиваем нам не под не контролируемо то есть не подкорно вот однако само наше к ней отношение целиком зависит от нас мы способны принять происходящее как еще один толчок к росту и развитию пусть мы никогда не поняли и не поймем до конца почему с нами произошло то что произошло тем не менее мы можем и должны использовать все происходящее с нами чтобы стать лучше этого я нам всем и желаю браха вас лоха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан